Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Елены Макаренко. С нового года во всех регионах России начнется реализация 12 национальных проектов. Один из них посвящен демографическому развитию. Оно, по мнению специалистов, во многом зависит от мужского здоровья, которое откровенно страдает. Мужчины, подверженные многим заболеваниям, их смертность значительно превышает женскую. Как намерены сохранять здоровье мужчин в нашем регионе, спросим у модератора тематической площадки УНФ «Демографическое развитие в Алтайском крае» Романа Алеева. Здравствуйте, Роман! Здравствуйте! Вот тема мужского здоровья все чаще звучит на разных встречах экспертов-медиков. Причем заявляют ее как новую стратегическую для страны. Вот почему? Неужели все так плачевно? Ну, я бы не сказал, что прям плачевно, но ситуация, правда, серьезная. Я объясню, почему. Потому что, конечно, с начала 2000-х годов, когда мы обратили внимание на здравоохранение, конечно, первоочередные были задачи, это сердечно-сосудистая система, материнская смертность, младенческая смертность. Ну и, конечно, наконец-то дошла очередь до наших мужчин. И когда мы более пристально посмотрели на проблемы, связанные именно с мужским здоровьем, то, конечно, нас всех не устраивает эта мужская смертность трудоспособного возраста. Когда мы стали обследовать мужчин на предмет мужского здоровья, то мы обратили внимание, что средний возраст мужчин, которые находятся в отделении заболеваний сердечно-сосудистой системы, 54-55 лет. Это серьезные вещи. И, конечно, с учетом вот именно демографического посыла, это на сегодняшний день уже достоверные цифры, это 50% бесплодия в паре. Это как причинная следственная связь именно связана с мужским здоровьем. А вот от каких заболеваний чаще всего страдает сильный пол в нашем регионе и почему? Ну, если мы говорим именно применительно к нарушениям репродуктивной системы, то, конечно, там стандартные вещи. Это варикозное расширение вен, это, конечно, инфекционные факторы, которые провоцируют заболевания половых желез и предаточных половых желез. Здесь, конечно, много факторов и генетических, и иммунологических и так далее. Но ранее мы не могли на том уровне профессионально поставить диагноз. В настоящее время для этого созданы все условия. И уже есть и абсолютно достоверные и генетические исследования, и лабораторные, и иммунологические исследования, ультразыковые, функциональная диагностика. Все направлено сейчас на то, чтобы четко поставить диагноз, установить причину мужского, к примеру, бесплодия. А вот насколько остра тема бесплодия все-таки в нашем крае? Правда ли, что все больше маленьких детей уже, у них есть патология репродуктивная именно система? Сейчас, конечно, и средства массовой информации, и власть, и Министерство здравоохранения, все обратили внимание на проблемы именно мужского здоровья. Но я хотел бы сказать, что исторически Алтайский край в России один из первых поднял эту проблему. В 2003 году у нас функционируют детские урологи-андрологи, которые организовали одну из первых в России службу. То есть мы выявляем чаще, получается? Конечно, конечно. Ну а статистику все-таки по заболеванию вы можете привести? Ну, я могу просто привести такие цифры, что, например, на 2006 год у нас не было ни одного пациента с мужским бесплодием. Их просто не шифровали. А сейчас, на сегодняшний день, мы шифруем, выявляем эти заболевания. То есть это те заболевания, которым напрямую зависит наша и рождаемость, и репродуктивный потенциал именно в семье, именно в Алтайском крае. Ну, в общем, проблема у нас тоже есть. Конечно. Тоже стоит довольно остро, я правильно понимаю. Она стоит остро, и с совершенствованием именно организационно-методических аспектов именно системы медицинского здравоохранения мы выявляем больше. И это говорит о том, что еще работать нам и работать. Кстати, да, о работе. Выявляем это, конечно, хорошо, а вот включиться в работу по сохранению мужского здоровья наш регион готов? Ну, не просто готов. И еще раз говорю, что нам, в принципе, оказана очень большая честь. Мы вошли в один из четырех пилотных проектов. В эти пилотные проекты Москва, Ростовская область, Свердловская область и Алтайский край вошли в число регионов по именно приоритетным региональным проектам мужское здоровье. И, по сути дела, каждый из этих регионов будет предлагать собственную модель организации, ну, так мы называем, уроандрологической службы. В чем суть нашей модели? Ну, суть нашей модели состоит в том, что мы очень сильно отличаемся от регионов, таких как Москва, естественно. Мы сильно отличаемся от регионов Свердловской области, Ростовской области. Но особенность нашего Алтайского края является то, что у нас большинство сельского населения, у нас между городами, ну, вы сами прекрасно знаете, по 300-400 километров. И, по сути дела, это маленькая модель России. То есть это не так, как Новосибирская область, где концентрация городского населения там 85%, а у нас наоборот. То есть наша схема несколько даже сложнее. А в чем это проявляется? Не знаю, в создании какой-то инфраструктуры, каких-то медицинских центров, привлечении каких-то специалистов? Но здесь много аспектов и много проблем, и мы эти проблемы именно решаем совместно с Министерством здравоохранения. Нет, просто хочется понять, вот в следующем году какие конкретно будут меры, какая конкретно будет проводиться работа в этом направлении? Работа уже начата. 21 февраля 2018 года стартовал приоритетный региональный проект на территории Алтайского края. Организовано на базе краевой клинической больницы Академия мужского здоровья. Сейчас идет этап дооснащения, то есть на самом современном уровне медицинским оборудованием головного учреждения. Вот в эту Академию может прийти, обратиться любой мужчина или семейная пара, которая, например, подозревает, что у нее бесплодие, пройти необходимое обследование? Ну, на сегодняшний день, в принципе, и сама по себе и служба, куда можно обратиться, она доступна. И семь медико-географических зон Алтайского края, и есть урологи в Рубцовске, в Бийске, в Камни-Наби. Есть эта служба, но наша организационная модель, она в большей степени направлена на именно выявление репродуктивных проблем и ранее выявление, например, такого довольно-таки серьезного заболевания рака предстательной железы. Потому что на сегодняшний день продолжительность мужчин увеличивается, и если раньше мужчины просто не доживали до проблем, связанных с мужским здоровьем, в частности, до рака предстательной железы, то сейчас мы ожидаем, конечно, прирост. Почему? Потому что продолжительность жизни увеличивается. Если говорить по статистике, хотя бы один из трех пациентов рано или поздно столкнется с проблемой заболевания предстательной железы. Роман, ну вот вы сказали, мы уже год работаем в данном направлении. Есть уже наверняка какие-то наработки, какие-то инициативы. Вот с какими из инициатив вы готовы, допустим, на федеральный уровень пойти, и в чем их суть? В этом и особенность пилотного проекта. Почему? Потому что здесь нет такого, что мы как-то вот генеральную линию выбрали. Но вот тем не менее, самую суть очень кратко в завершении программы, пожалуйста. Хорошо. Самое главное здесь – это создать подобную модель перинатальным центром. То есть есть перинатальный центр, есть система женских консультаций, есть смотровые женские кабинеты. И мы хотим такую же модель сделать для мужчин. То есть медицинский инновационный центр Академии мужского здоровья. Мы хотим создать мужские консультации, мы хотим создать кабинеты мужского здоровья в наших городах Алтайского края. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин